Не нужно много времени, чтобы посмотреть на наше общество и понять, что концепция социальных привилегий весьма реальна и должна учитываться. Уверен, многие из вас сталкивались с ситуациями, когда вы сталкивались с дискриминацией или получали преимущество над другими на основании тех вещей, которыми вы не управляете. Это тревожная реальность, сталкиваться с которой неприятно. Мы жаждем прихода того дня, когда людей не будут игнорировать или выделять на основании того, что они не могут контролировать цвета кожи, пола, национальности, этничности, возраста, физических способностей или так далее. Это вещи, с которыми мы рождаемся, и они ничего не говорят о ценности человека. Я прошу церковь Уиллингдон и всех наших зрителей, если вы видите, когда кого-то дискриминируют или ставят выше других на основании социальных привилегий, выступите против этого. Но мы не можем останавливаться на этом. Меняясь благодаря любви Божьей и принимая силу Духа Божьего, мы начинаем иначе смотреть на мир, иначе реагировать на несправедливость. Мы не просто делаем другое. Мы становимся другими людьми. Мы не просто делаем репосты социальных проектов. Мы открываем себя для того, чтобы работал Бог через нас. Мы готовы на неудобства и жертвы, чтобы избавить других от несправедливости. Будучи последователями Иисуса, мы не можем быть пассивными наблюдателями за тем, как мирские системы пытаются играть в Бога, определяя ценность человека на основании социальных привилегий. Последователи Иисуса знают, что каждый человек ценен в глазах Бога. Место Писания, которое мы будем читать сегодня, может показаться весьма неприятным. Все люди неправедны, но в контексте разговора о привилегиях и боли из-за несправедливого суда, мы можем увидеть в нем невероятную надежду. Римлянам 3, 9 и 20 говорит о концепции привилегий в наших отношениях с Богом, Творцом всего. Давайте прочитаем 9 стих. Апостол Павел говорит, «Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елины все под грехом». Мы остановимся на этом. Если вы помните, Павел говорил о преимуществах иудеев, а теперь он показывает обратную сторону медали, говоря о том, что у иудеев нет преимуществ перед Богом. Откуда такие перемены? Ранее Павел говорил о том, что иудеи имеют преимущество над остальным миром, в том смысле, что Бог решил дать им полноту откровения и выбрал их как свой народ до того, как Иисус пришел и установил Новый Завет между Богом и людьми. Иудеи имели доступ к Божьему Слову или Законам и знали Божье сердце намного лучше, чем другие люди до пришествия Христа. Павел признал, что у иудеев в этом смысле были особые привилегии. Однако эти привилегии оказались не настолько полезны, как они надеялись, просто потому что иудеи знали Божьи законы и лучше знали Его сердце. Не означало, что они следователи Божьим Законам так, как должны были. Их привилегия в виде знаний о Божьих заповедях не сделала их более святыми в глазах Божьих, потому что они продолжали нарушать Божьи заповеди и сами выбирали то, что считали праведным. Та привилегия, с которой рождались иудеи, не смогла дать им правильное отношение с Богом и ту жизнь, которую Он задумал для них. А затем пришел Иисус, Бог стал человеком. Иисус открыл новый путь для всех людей, чтобы они восстановили свои отношения с Богом. Они смогли получить полноту прощения за то, что не исполняли Божьи законы и ранили других людей. Евреи, не евреи, находятся на одном уровне перед Богом. Без Иисуса все мы одинаково далеки от отношений с Богом, потому что мы нарушаем Божий замысел в том, как мы должны жить. Независимо от того, есть у вас привилегии в этом мире или нет, вы не становитесь более или менее ценными в глазах Божьих. Божья система ценностей отличается от системы ценностей этого мира. Я хочу, чтобы вы понимали, что я не пытаюсь уменьшить значимость разговора о социальных привилегиях сегодня. Фаворитизм — это то, что ненавидит Бог. Он хочет, чтобы ко всем людям относились одинаково, потому что все мы сотворены по образу Божьему. И когда мы боремся против социальных привилегий, мы следуем Божьим законам, живя так, как хочет Он. Последователи Иисуса должны первыми говорить о вопросе социальных привилегий и активно работать над формированием коррумпированных систем, которые несут их. Этот фрагмент говорит нам, что привилегии на земле не влияют на статус человека в глазах Божьих. Мы не оцениваем себя на основании наших привилегий в обществе. Наша величайшая нужда в жизни — примириться с Богом, опрести отношения с Ним, чтобы Он оценивал нас. Богу нужны наши сердца и наша жизнь. Независимо от социальных привилегий, мы должны полностью подчиняться Ему. Он хочет, чтобы мы жили так, как Он задумал. И вот в чем проблема. Когда мы читаем Библию, то видим, что Бог многое говорит о том, как нам жить, но мы постоянно подводим Его. Не нужно много времени, чтобы понять, что мы не можем полностью жить так, как того хочет Бог. Вы можете сказать, почему Бог сделал так, что мы не можем жить, как Он того хочет. Хороший вопрос. Дело в том, что Павел говорит в конце 9 стиха «Сили греха». Некоторые из вас спрашивают, что такое грех? Давайте объясню. Мне в этом помогло греческое слово, от которого оно происходит. Новый Завет был изначально написан на греческом. А греческое слово «хамартия» – это то слово, которое перевели как «грех». «Хамартия» означает «не попасть в цель». Представьте со мной мишень. Жизнь по Божьим принципам находится в центре мишени. Каждый раз, когда мы не живем по Божьим путям, мы не попадаем в цель. Когда мы не живем так, как нам говорит Бог, мы согрешаем. Когда мы выступаем против Божьего замысла в жизни, мы наносим ущерб другим себе и нашим отношениям с Богом. Когда Павел говорит, что мы находимся под силой греха, это показывает, что грех связан не только с нашими мыслями, решениями и действиями. Грех – это сила, которая существует в мире. Он влияет на всю жизнь. Все от распада и разрушения природы до искушений и злых сил в мире, от международной коррупции в правительствах, армиях и корпорациях до наших районов. И это не говоря про наши личные проблемы с нашими желаниями, которые идут вразрез с Богом. Павел говорит об этом в «Римлянам позже». «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стинаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Грех – это мощная сила, которая работает в мире, и без Иисуса все мы находимся в плену греха, отделены от Бога. Возможно, вам интересно, откуда появился грех. Вы можете послушать мое послание по третьей главе «Бытия», которым я делился перед Пасхой. В нем я рассказывал о том, как первые люди, которых создал Бог, решили ослушаться Божьих повелений, что привело к приходу силы греха в мир. Павел говорит, что каждый человек, еврей и нееврей, находится под силой греха. К сожалению, исключений нет. В вопросе греха привилегий нет. Павел ясно говорит об этом в следующих стихах, цитируя Ветхий Завет, Римлянам 3, 10 по 18. Как написано, «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, гортаньях, открытый гроб, языком своим обманывают, яд, а спидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и погуба, на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их». Не самое приятное описание человечества, не так ли? Как бы меня не обижало это, если я искренен собой, то вижу, насколько праведны эти слова. Не только для меня, но и в отношении того зла, которое мы видим во всем мире. Все люди находятся под силой греха, и это ужасно. Многие люди, христиане, и неверующие, говорят мне, что теряют надежду. Они не могут поверить в то, насколько ужасна ситуация. Это напоминает нам о том, что сила греха продолжает работать. Все мы отчаянно нуждаемся в Иисусе, чтобы Он освободил нас от нее. Павел заканчивает этот список заявлением из 35-го псалма. Я считаю, что он раскрывает суть злых путей. Нет страха Божия перед глазами их. Да, эти слова затронули вас так же, как меня. Ведь когда я читаю об этом, то вспоминаю свое прошлое до того, как я впервые встретился с Богом. В моей жизни не было страха Божьего. Я много раз плохо поступал с другими людьми, и меня не особо волновало, что они ощущали. Я жил беспорядочно, тем самым нанося ущерб себе и другим. Я лгал друзьям, чтобы получить то, что хотел. Я даже угрожал дракой другим, когда они делали то, что мне не нравилось. Я лгал своим родителям о наркотиках и вечеринках и так далее. Все это время меня не волновало, как я сильно ранил других. Меня больше волновало то, получал ли я желаемое, и ловили ли меня или нет. Если вам кажется, что вы застряли в таком же образе жизни, что и я, или ваш ребенок, друг или внук застрял в этом, я хочу ободрить вас и сказать, что есть надежда. Есть чудесное будущее, когда мы выбираем следовать за Иисусом. Он изменит нас, направит нас на путь к вечной жизни. Лучшее, что вы можете сделать для человека, который живет в грехе, это выслушать их рассказ о тех ужасных вещах, которые они сделали. Каким бы ужасным вам это ни казалось, нет ничего такого, что не мог бы простить Бог. Не забывайте, что Божья доброта приводит людей к покаянию. Будьте терпеливы, будьте открыты в разговоре и фокусируйтесь на любви и прощении, которые все мы получили от Иисуса. Давайте будем откровенны. Грех есть не только в моем прошлом. Он также напоминает мне о моем настоящем. Я до сих пор могу неправильно поступать с людьми. Я до сих пор делаю то, что не должен. И иногда использую людей, чтобы получить желаемое. Сила греха продолжает влиять на меня, но разница в том, что теперь у меня есть страх Божий в жизни. Когда я искажаю истину, чтобы выглядеть лучше, я знаю, что Бог видит это, и это не угодно Ему. Он призывает меня исповедоваться во лжи и сказать правду. У меня до сих пор есть нездоровые сексуальные желания в отношении женщин. И когда я поддаюсь им, Бог призывает меня исповедоваться в этом. Он напоминает мне, что создал меня, чтобы уважать женщин, а не делать их предметами. У меня бывают российские мысли. Я могу осуждать кого-то. И когда я думаю об этом, я вспоминаю, что Бог со мной. Он напоминает мне, что каждый человек прекрасен и сотворен по образу Его. Он любящий творец всех людей, которых я обесцениваю в своих мыслях. Так в чем же разница между моим прошлым и настоящим? Благодаря встрече с Богом, десять лет назад, я начал расти в понимании здорового страха Божьего. Он творец всего. И когда я живу, нанося ущерб, неуважение или разрушение всему творению, и мне в том числе, я выступаю против Творца. Бог милостив, добр, прощающий и сострадающий. Но Он также опасен, справедлив и могуществен. Он любит свое творение. Он сделал все, чтобы всякое зло против творения, особенно против людей, сотворенных по Его образу, было наказано. Так как же нам понять, какие вещи греховны? Бог дал нам совесть. Это отличная стартовая точка. Если вы желаете и делаете то, что противоречит вашей совести, то это хороший показатель того, что вы можете грешить. Мы знаем, что такое грех, потому что Бог открыл нам это через свои законы и заповеди в Библии. Кроме того, Бог дал нам Духа Святого. Он начинает жить в нас. Когда мы решаем последовать за Иисусом, Его Дух обличает нас в грехе. Как я говорил ранее, иудеи первыми получили Божьи законы и заповеди. Они знали, что Бог хотел от них. Бог открыл им, как Он создал нас и как хочет, чтобы мы жили. Хоть они знали Божьи законы, этого было мало для того, чтобы они жили в повиновении Богу. Они продолжали нарушать Его законы, разрушая отношения с Ним. Они думали, что закон станет решением, но попыток следовать закону своими силами было недостаточно. Так для чего же был дан закон, если он не мог сделать так, чтобы они жили так, как хочет Бог? Павел говорит римлянам 3, 19 и 20. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим подзаконом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Здесь Павел называет два ключевых момента. Первое. Закон применим лишь к тем, кто находится под законом. И если кто-то не знает закона Божьего или не поклоняется единому истинному Богу, то он не под законом. Их жизнь будет судима на основании того, что они знают, а не на том, как они следовали Божьим законам. Библия не говорит, как именно Бог будет судить людей не под законом. Но она говорит, что Бог есть любовь, что Бог справедлив, и что все поддались грехом. Бог будет судить людей, находящихся не под законом, так, как сам решит. Опять же, перед Богом нет привилегий. Павел использует яркие образы. Он говорит, что каждый человек даст отчет перед Богом, как находящийся перед законом Иудеи, Божьи и не находящиеся не Иудеи. Представьте это со мной. Когда мы умрем, то предстанем перед Богом и увидим Его красоту, славу и любовь в полноте их силы. Глядя на удивительного Творца всего, Бог скажет, почему Ты хочешь жить в Моем Царстве и быть со мной вечно. Что Вы ответите? Что Вы можете ответить? В наших жизнях есть множество моментов, когда мы напрямую ослушивались Бога, не уважали Его творения, игнорируя нужды других. Мы не позаботились о вдовах и сиротах, а также о планете, на которой живем. когда мы будем взирать на красоту и славу Божью, видя Его таким, как есть. Мы осознаем, что на самом деле не можем быть с Ним. Мы все выбрали жизнь, в которой отвергали Бога и явно говорили, Ты мне не нужен. Все уста будут молчать. Мы решили не повиноваться Божьему закону, и у нас нет ответа для Него. Второй момент. закон не был дан для того, чтобы мы исполняли его в совершенстве, и тем самым сами могли восстановить отношения с Богом. Бог никому не скажет, что приветствует его в своем царстве, потому что он всегда поступал правильно. Это невозможно. Павел показывает, что закон был дан для того, чтобы мы осознали свою греховность, и что нам нужна помощь извне, чтобы освободить нас от силы греха. Опять же, Павел говорит о том, что иудеи, несмотря на все преимущества, не имеют преимуществ в вопросе прощения грехов и принятия Богом в его царстве. Когда мы говорим о привилегиях в наши времена, то многие из нас сразу же представляют себе привилегии для белых мужчин. Я делаю все, что в моих силах, чтобы учитывать те привилегии, что есть в моей жизни. И я понимаю, что мне есть чему поучиться в вопросе тех вызовов, с которыми сталкиваются другие люди мира, которые не родились в тех же благоприятных условиях, что и я. Никто из нас не может управлять этими вещами, но мы можем работать вместе для того, чтобы обращать внимание на социальные привилегии и бросать вызов системам, которые используют их. Мы видим сходство между современными социальными привилегиями и евреями, к которым Павел обращается в этом тексте. Они считали себя привилегированными избранным народом Божьим. В их представлении, если ты родился евреем и следовал традициям, то Бог должен был принять тебя. Они смотрели свысока на других людей, потому что те не следовали Божьим законам так, как евреи. Они считали, что Бог провозглашал их праведными на основании их дел в повиновении закону. В их представлении Бог принимал их, а других отвергал. это и есть привилегии. Но Павел бросает вызов этому взгляду в еврейском обществе. Он выступает против их представления о своем положении перед Богом и открывает их широкую истину. Хоть они и получили привилегии, узнав о Божьем законе, у них нет особых привилегий для получения прощения у Бога. А в этом прощении нуждаются все люди. Мы видим в этом фрагменте, что все нарушали Божьи законы, отвергая его замысел для жизни. Когда мы смотрим на Божьи законы, то сразу же понимаем, что не соответствуем им. Сталкиваясь с этой реальностью, мы выбираем одну из четырех типичных реакций. Первая реакция. Выбрать законы, которые мы считаем важными. Мы говорим, я не согласен со всеми Божьими законами, в них есть мудрость, но я не считаю, что все они применимы ко мне. Вторая реакция. Мы пытаемся оправдаться. Мы говорим, я весьма хорошо последовал большинству этих законов, я не идеален, но и не настолько плох, чтобы Бог отверг меня. Я весьма хороший. Третья реакция. Принять менталитет жертвы и начать обвинять других в своих грехах, вместо того, чтобы брать ответственность за них. Мы говорим, меня ранили намного чаще, чем я ранил. Бог должен принять нас в наших грехах просто потому, что у нас была тяжелая жизнь. Четвертая реакция. Молчать. Мы признаем свою разбитость и греховность. Мы падаем перед Богом и просим прощения за непослушание. Как поступите вы? Какая из четырех реакций ближе всего к вам? Вы должны осознать, что живете не так, как задумал Бог. Наносите ущерб окружающим. Если вы считаете себя последователем Христа и не считаете четвертую реакцию самой правильной, то я советую вам задуматься над этим. Возможно, вы отошли от своих отношений с Богом и позволили своему сердцу ожесточиться. А если вы не следуете за Иисусом, то позвольте рассказать вам, почему мы говорим сегодня о законах Божьих. Как я уже говорил, законы Божьи не интересует то, идеально ли вы живете или нет. Суть следования за Иисусом не в том, чтобы стать идеальным исполнителем правил. Если ваш опыт христианства говорит, что суть в этом, то я хочу сказать, что мне жаль, что у вас сложилось такое впечатление. Суть не в этом. Быть христианином, значит принимать тот факт, что мы несовершенны и не станем такими вплоть до нашей смерти. Осознавая это, мы видим нашу нужду в Божьем прощении за все то, в чем мы выступали против Него и Его замыслов для людей. Вы не должны быть христианином, чтобы понять, что мир в ужасном положении. Мы делаем вещи, которые негативно влияют на мир. И хоть все мы раним других и окружающий мир, Бог любит нас такими, как есть. Он хочет простить вас, Он хочет, чтобы вы были с Ним в вечности. Но это возможно сделать лишь через Иисуса. Иисус, будучи Богом, отдал свою жизнь, чтобы мы могли воссоединиться с Богом. Его смерть на кресте и воскресение из мертвых разрушила силу греха в нашей жизни и победила смерть. Чтобы мы смогли освободиться от гнета, если выберем свободу, которую Иисус принес для нас. Если вы хотите узнать больше о том, что значит быть последователем Иисуса и восстановить отношения с истинным Богом, то обратитесь к знакомым христианам. И если вы не знаете никого и просто услышали это послание, можете обратиться ко мне. Я с радостью поговорю с вами, выслушаю вашу историю и расскажу о том, почему следование за Иисусом это лучшая жизнь. Нет ничего, что сравнится с этим. Итак, в завершении мы видим, что дискуссия о привилегиях актуальна и важна. Но новый взгляд на привилегии, который на самом деле является древним, дает нам надежду. Наших личных привилегий в этой жизни может быть мало, или общество вообще может забрать их у нас. Это ненормально. Но наши социальные привилегии не важны, когда вопрос касается нашего положения перед Богом. Божий закон это великий уравнитель, который лишает нас социальных привилегий, показывая, что все мы отделены от отношений с Богом. Самые важные вещи в жизни. Но любовь и прощение Иисуса напоминает нам о том, что Бог хочет, чтобы все восстановили отношения с Ним. Все значит все, независимо от того, кто мы и что сделали. У подножия креста все равны, и один человек не является ценнее другого. Мы все можем держаться этой надежды, сталкиваясь с несправедливостью, и коррумпированностью этого мира. Сегодняшний фрагмент ясно говорит, что все люди разбиты и испорчены силой греха. И все мы отчаянно нуждаемся в Иисусе, потому что только Он может восстановить нас в отношениях с Богом. Будучи людьми, которые меняются благодаря любви Божьей, давайте работать вместе, меняя свои районы, общества и культуры, поступая по Божьей любви и истине в своей жизни. Давайте помогать людям освобождаться от гнета социальных привилегий в этом мире. Давайте показывать им новый взгляд на привилегии у подножия креста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...